Добрый день, дорогие друзья! В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения знаменитой русской писательницы Тэффи. Настоящее имя автора – Надежда Александровна Лохвицкая. Псевдоним Тэффи впервые появился в 1901 году в журнале «Театр и искусство». После революции Надежда Александровна эмигрировала в Европу. За годы своего творчества Тэффи написала не только рассказы, но и стихотворения, мемуары, а также была переводчицей. К одному из рассказов писательницы мы сейчас обратимся. Он называется «Семейный аккорд». Какие проблемы волнуют главных героев? Давайте узнаем. Итак, Тэффи «Семейный аккорд». В столовой около весело потрескивающего камина сидит вся семья. Отец, медленно ворочая языком, рассказывает свои неприятные дела. А он мне говорит «Если вы, Иван Матвеевич, берёте отпуск теперь, то что же вы будете делать в марте месяце? Что, говорит, вы будете делать тогда, если вы берёте отпуск теперь? Это он мне говорит, что значит, почему я…» «Я дала задаток за пальто», — отвечает ему жена, шлёпая пасьянс. «И они должны сегодня пальто прислать. Не поспеть же мне завтра по магазинам болтаться, когда я утром на вокзал еду. Это надо понимать. Это каждый дурак поймёт. Вот выйдет пасьянс, значит, сейчас привезут». «И если я теперь не поеду», — продолжает отец, «то имею в виду март месяц», — дочка моет чайные ложки и говорит, поворачивая голову к буфету. «С одной чёрной шляпой всю зиму покорно благодарю. Я знаю, вы скажете, что ещё прошлогоднее есть. У вас никогда не было справедливости». «Десятка, пятёрка, валет. Вот зачем пятёрка? Не будь пятёрки, валет на десятку и вышла бы. Не может быть, чтобы они, зная, что я уезжаю, и опять-таки получившись за даты…» «А Зиночка вчера как нарочно говорит мне, а где же твоя шляпка, Сашенька, что с зелёным пером? Ведь ты, говорит, хотела ещё зелёным купить, а я молчу в ответ, хлопаю глазами. У Зиночки-то у самой десять шляп». «Так и сказала. Если вы, Иван Матвеевич, надумали взять отпуск именно теперь, то что именно будете вы? Одна шляпка для свиданий, одна для мечтаний, одна для признаний, одна для купаний, красная. Потом с зелёным пером, чтоб на выставке ходить. Врут карты. Быть не может. Разложу ещё. Вон сразу две семёрки вышли. Десятка на девятку. Тут сюда. Вот этот пасьян всегда верно покажет. Восьмёрка на семёрку. Да и не может быть, чтоб они, получившись задаток, вдруг бы двойку сюда. А когда Зиночкина мать молода была, так она знала одну тётку одной актрисы. Так у той тётки по двадцати шляп на каждый сезон было. Я, конечно, ничего не требую и никого не попрекаю, но всё-таки можно было бы позаботиться. Она с упрёком посмотрела на буфет и задумалась. Но с другой стороны, — затянул глава, — если бы я не взял отпуска теперь, отложил бы на март месяц. Я знаю, — сказала дочь, и голос её дрогнул. Я знаю, вы опять скажете про прошлогоднюю шляпу, но поймите же, наконец, что она была с кукушечим пером. Я знаю, вам всё равно, но я-то, я-то больше не могу. Опять валетом затёрла. Довольна я и в прошлом году намучилась, чуть руки на себя не наложила. Пошла раз гулять в летний сад, хожу тихо, никого не трогала. Так нет ведь, идут две какие-то, смотрят на меня, прошли мимо и нарочно громко. Сидит, как дура, с кукушечим пером. Вечером маменька говорит, ешь простоквашу, разве я могу, когда у меня, может быть, все нервы сдвинулись? А в марте, почём я знаю, что может быть? И кто знает, что может в марте быть? Никто не может знать, что вообще в марте бывает. И раз я отпуск, вам-то всё равно. Пожалеете, да поздно будет, кукушечи перо. Еду летом из города, остановился наш поезд у станции. И станция-то какая-то самая дрянная, прямо полустанок какой-то, ей-богу. Даже один пассажир у кондуктора спросил, не полустанок ли? И весь вокзал-то собачью будку. А у самого моего окна стационный телеграфист стоит, смотрит на меня и говорит другому мужчине. Гляди, едет как дура с кукушечьим пером, да нарочно громко, чтобы я слышала, а тот другой, как зафыркает. Умирать буду, вспомню, а вы говорите, шляпка, и вокзал-то весь собачью будку. Дочка горько заплакала. Постой, постой. Вот сейчас, если король выйдет, вечно лезут с ерундой, не дадут человеку толком пасьянса разложить. Мне внимание нужно. Вот куда теперь тройка делась? Хорошо, как в колоде. А как я пропустила? Тогда что? Ведь если я сегодня пальто не получу, мне завтра ни за что не выехать. Вот тройка-то где? Опять-таки, пренебречь я не могу. Эдакие холода. Что я там без пальто заведу? Разве вы у матери подумаете? Вам все равно? Хоть пятерка на четверку? А он мне сам сказал. Поезжайте, Иван Матвеевич. Так и сказал. Я не выход. А если он насчет моего отпуска? Я всегда говорила, что у всех людей есть родители, кроме меня. Ни одного человека не было на свете без родителя. Попробовали бы сами два года кукушкой ходить. Коли вы такой добрый папенька. Так небось, не Люба? Пойди посмотри. Валета сюда. Кто-то в кухню стучится. Две двойки сразу. Дочка уходит. Маменька, кричит она из кухни. Пальто вам принесли. Валет сюда. Подожди, не ори. Дама так. Должна же я докончить, туз. Нужно же узнать, наверное, про пальто. Пусть подождет на кухне. Тройка. Опять не вышла. Разложу еще раз. Вот такой интересный рассказ Стефи мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть много произведений этой замечательной писательницы. Как для взрослых, так и для детей. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку. Читайте хорошие книги. Спасибо вам большое за внимание. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...